Мы уже три месяца говорим власти и чётко указываем на те проблемы, которые есть в подготовке к зиме. Подготовка к зиме, это я говорю профессиональный очень комментарий, включает в себя тысячи пунктов. Первое, это закачка газа... Но тысячи пунктов вы сейчас не сможете перечислить. Я ключевые назову, это закачка газа в газохранилище. Это сделано? Нет. У нас на 50% меньше газа, чем было в прошлом году. Второе, обязательно угольно-теплоэлектростанция. В прошлом году к этому времени лежал трёхмесячный запас угля, это такой штабель пяти... Сразу вопрос, а где взять уголь, когда нет шаг? Давайте я расскажу, с пятиэтажный дом. Сейчас у нас угля всего-навсего на 2-3 месяца. Мы предупреждаем на 2-3 дня, на 2-3 дня максимум. Такое впечатление, что они собираются топить 2-3 дня. Где взять? Если говорить про уголь, мы... Где взять уголь? Мы несколько месяцев назад говорили, что необходимо внедрять программу и реализовывать программу восстановления добычи угля на тех территориях, которые освобождены на Донбассе. Сегодня собираются ввести уголь из России, то, что уже сказали, из Кемерово, из Южной Африки, через всё море в 3 цены покупать уголь и давать зарплату африканским жахтёрам. Где там же главные расходы возникают, извините? Ну, полтора раза дороже, чем украинский уголь. 90 долларов за тонну... Полтора раза дороже, чем украинский уголь. Значит, уважаемые коллеги, значит, я даю профессиональный комментарий. Значит, только перевозка, только перевозка будет, стоит 70-80 долларов судами, которые называются Панамакс и Кейпсайз. Я это хорошо знаю, это как раз моя профессиональная деятельность.